И так запомнили какие состояния какие состояния злость и любовь да кто здесь боится злиться вот знаете есть такие люди говорят я же бабочка я по я порхаю я я не злюсь я только доброе самое нежное ласковое есть такие здесь есть да вот вам особенно полезен этот инструмент особенно полезный этот инструмент злость это очень крутой ресурс невероятно крутой ресурс которым нужно уметь пользоваться да 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 смотрите мы никогда не злимся против людей которые сидят в зале братан давай да то есть мы никогда не злимся на людей которые сидят в зале мы злимся против того ну так скажем против определенного поведения людей против определенных идей идеи то есть мы атакуем идеи и атакуем то что нам не нравится когда нарушает допустим какие-то наши личные границы а то еще раз отношение к нам и плюс идеи вот например меня жутко бесят люди которые мне присылают аудиосообщение и это первое сообщение в нашей с ним переписки жутко бейте эти идиоты почему потому что я его не знаю я должен слушать его голос ты может что-нибудь сделаешь ради того чтобы я начал вообще хоть что-нибудь может быть ты создашь какой-то коммуникации общения мне очень бесит такие люди присаживайтесь да у нас с вами разогрев вот и понимаете как и вот вы вы почувствовали что вот на вот я когда начал говорить о том что я бесит вы включились почувствовали что кого-то начали включаться так вот ненависть в россии работает лучше чем любовь если вы хотите собрать внимание вы большинство русских людей в одной точке говорить о том что вас бесит или то на что вы злитесь максимально быстро соберет при этом не нужно ни о чем думать не нужно говорить не нужно думать просто говорите то что вы чувствуете вот мне вот это бесит очень сильно без еще просадитесь ходите давайте вот кто готов выйти сейчас сюда и рассказать вот кому страшно вот вам страшно выступать вот тогда сидите кого страшно вот в а в а вы пока боитесь вам слишком бы слишком бы быстрый выход будет кто еще боится кто прямо от боится а чуть-чуть боится выходите значит дать поаплодируем его да отлично это ваш символ власти возьмите он включен а супер да смотри как вас зовут артур артур а вы боитесь уступать боится с 2 до похоже как на подставу да я потом ему так чик 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 да вот вы выбираете говорить о том что о том что на что вы злитесь или о том что вы любите ну я могу это убить темы затронуть тем вот начните давайте начнем со злости начнем злость это супер клуб крутой клей просто божественный клей который приклеивает аудиторию к вам проходите давайте ну начну с того что туда смотрите я люблю злиться вот и теперь перечислю то на что я люблю злиться я злюсь на такие мелочи наверно знакомы всем студентам как ну прокрастинация да перед элементарным зачетом я злюсь на то что на то что я такой плохой прокрастинирован а то почему так много нам дали учить вот можно буду остановить перечисли кто чувствует злость от него есть такое что прям злость идет ну ты ты артур очень добрый злости нет вообще вообще нет злости злость где артур ты же хочешь хорошо вступать сейчас сейчас давайте разозним артура я злюсь на тех кто называет меня слишком добром слишком добр почувствовали идет пошло чуть-чуть чуть-чуть слабоват пока вы вы себя не накручиваете вы накручиваете но вообще родную ну вообще я злюсь когда например я пошел в парикмахерскую вот такое было буквально пару месяцев назад я заплатил большие деньги я говорил парикмахеру как меня стричь или 200 рублей криво пстриг 100 или 200 это была шутка хорошо ладно продолжать продолжать туда вот я злюсь когда мне сказали шутку которую все поняли а я ее не понял очень знакомое чувство еще я злюсь на таксистов которые возят меня не так как я говорю так как показывает их навигатор потому что они разбираются на улицах тема да кого так а давайте а давайте а когда он будет говорить о том что то о том что бесит вы будете и когда вам откликается вы вы будете кричать аллилуйя давайте так поиграем вот а мы сразу проверим то есть цепляет кричим аллилуйя попробуем да давайте давайте продолжать ну я злюсь когда по утрам я долго например не могу найти носки на шоу надела они с дыркой а еще можно больше сильнее это сделать давайте ну наверное злюсь когда мне срочно надо что-то посмотреть телефоне он ну садится да ты шапер давай про любовь попробуй да мне кажется у тебя даже лучше получиться я люблю ты играешь вспомнить ну да ну не знаю я во первых люблю элементарно прийти в магазин и купить все что мне нравится то есть когда я свободное время прихожу и вот так кто вот сравнил вот когда он никогда злость когда любовь кому что побольше заходит пока злость пока лучше заходит до нужен тренировать дальше еще один раз давай я люблю кушать аллилуйя все это молодец все ты понял все давай поаплодируем артура до автор молодец мы начали уже да муж давно начали уже а мы давно да а все кто смотрит меня зовут айнур зинатурин тренер тэдекс дальше тренер по публичным выступлением для политиков предпринимателей топ-менеджеров и всех людей которые влияют на массовую аудиторию и также обладатель премии тэфи это собственно я я должен об этом рассказать это через такая всегда вещь это вот компании с которыми работал а теперь давайте вернемся опять опять вернемся вот к этим вот хэйт спичу и лав спичу кто готов еще попробовать выходите выходите прям только прямо прям попой быстро 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 мы это делаем все аплодируем как вас зовут лина элина 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 расскажи вот расскажи что-то выбираешь хэйт лав хэйт отлично поехали знаете ну по-любому кто-то с этим уже сталкивался меня дико бесит когда мне кто-то говорит что я что-то кому-то должна то есть я должна что-то делать потому что я девушка я должна что-то делать сестры сейчас начнется аллилуйя аллилуйя сестра аллилуйя супер продолжай круто я должна что-то делать потому что я прилежный студент я должна что-то делать потому что я бюджетник это чисто моя группа а ты боишься выступать простей или нет вообще нет ой ты красотка давай ее обратно посадим все садись молодец к нам туда молодец нам нужно кто боится вы забыли кто боится то давайте кто боится еще один человек сегодня попрошу потом все окно возможности закрывается кто готов попробовать выходи поаплодируем молодец как тебя зовут меня зовут Александр Александр занимается спортом мы все это видим давай поаплодируем этому да Александр давайте выбирайте hate или love love давай попробуем я работаю промоутером я обожаю когда я обращаюсь к тем людям и они отвечают мне добротой они улыбаются говорят с радостью и говорят с любовью я так понял а любовь а только Артур добрый так делает все проходите я ненавижу тех людей которые ты к ненависти пришел ты же про любовь любовь и ненависть нет давай не будем мешать это разные ты мешаешь разный эмоциональный спектр ты должен научиться различать их входить в состояние правильное я ненавижу тех людей которые постоянно меня перебивают аллилуйя но я люблю тех людей которые постоянно задают мне вопросы ненавижу тех людей которые меня не слушают и сидят в телефонах и люблю тех людей которые постоянно меня слушают вникает в каждое мое слово и смотрят в меня да давайте поаплодируем аплодируем смотрите смотрите вот разница разница между Элиной да Элина ты где? помаши рукой вот Элина ты же тоже говорила о ненависти но смотрите как ее ненависть как она прекрасна как она сильно объединяет людей почувствовали? смеялись что-то ну какая-то радость была чувствуете нет ну как бы злость она может быть очень она может быть очень продуктивной с точки зрения слияния почувствовали? увидели это? а теперь посмотрите на Александра как он показал почувствовали ли вы что он определенным образом напирает на аудитор как будто давит на нее немножко кто это увидел просто поднимите руку я должен понимать да? то есть злость она может быть направлена против людей смотрите телефон не слышит против кого была агрессия? против конкретно людей сидящих в зале но мы не атакуем людей это опасно тебя уничтожит аудитория еще минут 3 и твоя репутация была бы испорчена мы не атакуем людей мы атакуем идеи поэтому есть злость она может быть очень конструктивно она может быть просто потрясающая с точки зрения выступлений а может очень сильно портить выступление поэтому не атакуйте людей атакуйте идеи спасибо большое да присаживайтесь правство не атакуем людей не от такой ми атакомиде поняли принцип злость не мы не пытаемся боится злости не будем себя бояться когда мы злимся злость очень крутой ресурс невероятным крутой ресурс им нужно уметь пользоваться любовь очень крутой ресурс им нужно уметь пользоваться правда он сложный сложность точки зрения именно ну какого-то вот Объединение людей, что ли. Злость гораздо ближе людям. В общем, люди гораздо больше злятся, чем любят. Поэтому любовь гораздо сложнее, чем злость. Аллилуйя. Поняли? Аллилуйя. Отлично. Хорошо. Теперь давайте идем мы с вами дальше. Напоминаю, что тема у нас про... Эта штука должна же работать, да? Да. Тема у нас про прямые эфиры в Инстаграм и про личный бренд. Все говорят про личный бренд. Очень классно. Прям так все здорово. Личный бренд. У меня будут продажи. Вы же понимаете, почему нужно его строить, да? В Инстаграме. Понимаете? Да. Это продажи. Это продажи у вас как эксперта. Это деньги. Это просто... Личный бренд равно деньги. Это же понятно? Да? Все это говорят. И все продают эту идею огромным массам. И огромной массой их покупают. Но никто не говорит о темной стороне личного бренда. А что вас будет ожидать, когда вы начнете его строить? Вот, например, следующим слайдом был слайд, который мне попросили удалить, чтобы я смог здесь выступить. Потому что это было вот такое сообщение, короткий месседж которого означал, что я очень плохой человек. Очень плохой человек во всех матершинах и их вариациях. То есть это мне начали присылать, когда я начал заниматься личным брендом. Когда вы становитесь заметными, появляется огромное количество людей, которых вы бесите. Понимаете? И они вам пишут вот такие сообщения, какой вы плохой и ужасный человек. И чтобы хотеть личный бренд, вы должны хотеть и вот это. Одно без другого невозможно. Невозможно, что вы хотите личный бренд, хотите деньги, хотите успех, но не хотите, что вас будут называть плохим человеком. Важно понимать, что это будет обязательно. Потом, что будет обязательно? Вы попадете в рабство своему аккаунту. Если вы вдруг перестанете хоть что-то делать в своем аккаунте, вы исчезнете. Соответственно, ваши мозги, ваша реальность, вы станете рабом своего аккаунта. Говорю, может быть, немножко эмоционально, но как факт. Вы станете рабом своего аккаунта и вы будете вынуждены делать 5 сториз в день, минимум от 3 до 5 постов в неделю и постоянно, ежедневно, нового, креативного контента, интересного, вовлекающего, содержательного. И вы все это должны будете делать без отрыва от вашей жизни. Вот вы готовы к этому? Если вы, да, готовы? То есть, а вам это нужно вообще? Вам это нужно? Вам, вам, а? У меня есть тенденция инстаграма. Сейчас посты почти никто не смотрит. Сейчас очень строго идет ранжирование ленты. Угу. Ну, вообще, инстаграм переходит на формат видео. Вот, здорово. Кстати, сегодня про инстаграм я практически ничего говорить не буду. Хорошо? Ни при каких его там фишках. Это вообще не моя тема. Моя тема – публичное выступление, если что. Вот, поэтому вы должны понимать, что вам придется много вкладывать в свою работу. Потом, когда у вас появится, вокруг вас появится большая команда людей, вы этим людям будете платить деньги, и эти люди постоянно будут от вас требовать. Например, недавно я сделал сториз о том, что… Знаете песню «Мальчик едет в Тамбов?» Знаете эту песню, да? Я ездил в Тамбов. Я, значит, сделал сториз о том, что «Мальчик едет в Тамбов». Мне позвонил мой директор и говорит «Ты дурак?» «Ты дурак?» Где? Где твое позиционирование, а где мальчик? Это две разные люди, это два разных человека. Ты должен быстро это удалить. И, в общем, ну, то есть, вам будет постоянно звонить и вас направлять. То есть, есть определенные границы, за которые я не могу выйти. Появляются границы вашей роли, за которые вы не можете выйти. Вы можете выходить за нее, но не в Инстаграме. Понимаете, да? И желательно там, где никто вас не видит. Это тоже ограничение, о котором нужно понимать, о котором просто нужно знать. Если вы готовы к этому, вам это нужно, задавайте этот вопрос себе. Потому что, если вы вдруг включитесь в эту огромную большую игру, когда вы уже огромное количество времени и денег инвестируете в свой аккаунт, вам потом будет жалко выбросить эту корову, даже если вы уже ее разлюбили. Я всегда об этом говорю, потому что моя задача не создать приятный образ личного бренда, а рассказать о том, что вас будет ожидать еще что-то очень, ну, возможно, не сильно приятное. Напоминаю, вы можете задавать вопросы на любом моменте мастер-класса, абсолютно на любом, в рамках час-двадцать. Вот у нас с вами час-двадцать. Сдавайте вопросы. Потом, как бы, все вопросы переходят в другой формат немножко, да, формат консультации. И, естественно, они становятся платными. Поэтому сейчас все, что происходит, это все бесплатно. Пользуйтесь этой возможностью. Окей? Вот. Сразу я обозначаю границы, если что. Вот. Поэтому задавайте, пожалуйста, вопросы. У вас будет на этом вот прямо в любой момент. Напоминаю, пульт от управления мастер-классом находится в ваших руках. Управляйте им. Ладно? Вы куда-то все делись. Вы здесь? Да. Да. Просто я чувствую поле, немножко что-то ушли. Смотрите. Просто нужно понимать, нужно понимать, что если хотите, вы хотите что-то получить, вам нужно будет что-то отдавать и чем-то жертвовать. Это вот будут вот эти вот обычные, простые вещи. Если вы готовы это принимать, значит, вы получите свой тот самый успех в этой социальной сети. Теперь давайте перейдем дальше. Первое практическое задание. Очень часто люди в оффлайне и в онлайне совершенно разные люди. Например, ну там, ну не знаю, там, студент. Вот студент. Вот в Тамбове. Вы были хоть раз в Тамбове? Нет? Вот очень грустный город. Невероятно грустный город. И там живут потрясающие люди. В невероятно грустном городе живут потрясающие люди. Так вот, когда я смотрю на Тамбов, и когда я захожу в аккаунт людей, которые пришли на мой мастер-класс, ощущение, что они живут в Нью-Йорке. Потому что это какой-то бесконечный фонтан радости. И в итоге человек в оффлайне вот такой. А в онлайне у него бесконечный поток радости. Что у человека происходит? Психологическая проблема, верно? Он живет двумя разными жизнями. Я сейчас хотел бы, чтобы мы с вами сыграли очень простую, отрезвляющую немножко игру. Взяли свой телефон. Возьмите в руки свой телефон. Откройте, пожалуйста, свой инстаграм. И к своему соседу справа и слева вы сами определитесь. Передайте свой телефон со словами с такими. Меня зовут так-то, так-то. Я сейчас тот-то, тот-то. Допустим, студент такого-то факультета. Мое хобби. Как-то презентуйтесь. Вот как умеете, так и презентуйтесь. И отдайте свой телефон. Стоп, 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 стоп. Стоп, собрались. Собрались пока. Собрались. И человек смотрит ваш телефон, слышит то, что вы говорите, и дает обратную связь. Вообще, насколько это одна реальность? Окей? И даете обратную связь. Ты ему говоришь, слушай, вот ты здесь сидишь, и у тебя вот здесь дырка, вот здесь, да? А вот здесь у тебя вот так. А здесь ты на Мерседесе. Как бы, окей? Все окей? Как бы, понимаете? То есть мы немножко даем обратную связь человеку. Насколько его жизнь в аккаунте отличается от того, что у него здесь. У вас есть на это? Три минуты. Поехали. Три минуты. По полторы минуты в каждую сторону. По полторы минуты в каждую сторону. По полторы минуты в каждую сторону. Да. Там. А? Разогрелся, разогрелся. Да. А может, сфоткаешь мне как-нибудь? Хорошо, ну, смотри, я не знаю, я могу тебе еще что-то прислать. Я тут пару делала. Ну, видишь, у меня подсвечивает очень жестко. Ага. 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 Тут вообще я. Видео. Поэтому, если нужно, могу натворить. Можно, знаешь, можно вот. Я тоже. Да. Хорошо. 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 Спасибо. Спасибо. Потихонечку заканчивайте. Субтитры сделал DimaTorzok Заканчиваем, заканчиваем. 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 Заканчиваем, заканчиваем. 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 Да. Поставили. Фоточки. Ага. Что-то такое интересное, что ваш офлайн-образ отличается от онлайн-образа? Нет, а совпадение У кого прям не совпало? Вот прям не совпало у вас, да? Передать, пожалуйста, девушке Красиво, вот сюда, да Белый, это футбол Здравствуйте Да, у нас совпало Вообще, в принципе, с моей соседкой Юля То, что мы обе ведем активную жизнь Но не транслируем это В своей социальной сети Инстаграм Просто иногда изредка выкладываем фотографии И, собственно, все И обе хотим начать И все как-то не получается Времени нет на это Ага, я понял То есть вы, у вас совпали какие-то там Я понял, что совпало Да, хорошо Еще, еще что? Где-то рядышком Да, у вас, возможно? Вот вы пока держите микрофон Нет, да? Хорошо Там есть? Есть? У меня как локатор Давай, кое-что скажи Вы же здесь для того, чтобы кое-что говорить Я каждый день говорю Давайте Ну, у моего партнера Который показывал мне Инстаграм Я заметил постов вообще в профиле Больше, чем у меня истории За всю свою жизнь И я выложил То есть это очень интересно Что реально человек Плодомерно выкладывает какие-то яркие события В Инстаграм То есть я не такой Ага, вы не такой Окей, хорошо Прекрасно Нету, нет, правильно Нет, неправильного Что еще? Вы так были, да? Вы так понимаете? Да? Надо так тихо Это вы или не вы? А, это вы были вы Супер, супер Кто там еще прям выкрикнул что-то Прям прорвалось у него внутри Я не могу Да, я тут очень долго Передайте, пожалуйста Вот, да А вы еще расскажете Это будет финальный человек Я говорю, что очень сложно Сопоставить Инстаграм И вы сейчас человека Которого я не знаю Вот, например, слева я знаю человека Это моя одногруппница Я уже могу сказать, что Например, улыбайся на фотографиях У него все фотографии такие более злые Говорю, тебе идет улыбка Вот, например Красивая улыбка, да И, не знаю, как-то ее уже знаю И как-то можно четко Сопоставить совпадает или нет А тут, как бы, тяжелее А вы в обе стороны поработали, что ли? Какая молодец Да, ну И получается, какой обратно А вот вы Вот передайте вот рядышком Да, микрофон Вам что-то интересное сказали? Наверное, сказали то, что Все-таки недостаточно Понять человека по фотографиям Нужно как-то действительно взаимодействовать больше То есть вам нужно большее количество касаний человека Для того, чтобы сформулировать Ну, некую точку зрения Я понял, хорошо Хорошо, да, спасибо большое Окей Смотрите, и так В целом В целом это обычное дело Это обычное дело Да, все можно? Да, микрофон Да Это обычное дело, когда Если вдруг у вас не совпало Это нормально У людей очень часто не совпадает Их офлайн, и онлайн жизнь И когда вы закончите университет Вы пойдете на работу Наверное, с вами это произойдет Скорее всего Ну, блин Такая обычная жизнь У людей И, скорее всего, ваш работодатель Уже в ваше время Когда с вами это случится Будет очень пристальное внимание Обращать на ваш аккаунт Как вы знаете, что, допустим В больших лейблах Таких московских Например, там, в том же самом Blackstar Берут на работу только людей С аккаунтом свыше 100 тысяч людей То есть до 100 тысяч Это не тот человек, который нужен компании Все, что свыше 100 тысяч Это то, что интересно Потом, когда вы будете устраиваться на работу Ваш работодатель будет смотреть ваш аккаунт То, как вы там себя преподносите И он будет сравнивать то, что ему нужно И будет свое решение В том числе опираться на ваши социальные сети Поэтому очень важно Как вы себя туда преподносите Насколько сильно отличается то, какой вы в жизни И то, как вы себя продаете в онлайне Поэтому очень важно, чтобы то, какие были вы настоящие Совпадало с тем, что вы находитесь в онлайне Вам сейчас просто пища для размышлений Подумайте об этом Насколько это совпадает Вот эти самые два образа Окей? Есть вопросы? Нет, да? Хорошо Идем дальше Мы сейчас поговорим с вами о страхах На самом деле страхи Это, наверное, самое главное Что отделяет вас от того, что вы хотите Я хочу быть, допустим, известным, популярным Но мне очень страшно сделать сториз Или я себе не нравлюсь в сториз Или, допустим, мне нужно очень сильно Долго с собой внутри разговаривать И по 15 раз переписывать сториз Чтобы его влыжить Огромное количество внутренних границ Которые вам нужно будет преодолевать Для того, чтобы достичь того, что вы хотите Огромное количество И вот если говорить о страхах, которые есть в сториз То есть три основных главных страха Скажите, пожалуйста Кто, кого останавливает Делать сторизы, прямые эфиры Или, допустим, писать посты Что он боится, что о нем подумают Ну, подумать не то, что он хочет Вот кто боится, пожалуйста Поднимите руки Вот выше, чтобы я увидел Да Примерно где-то 35% Остальные не боятся Да? Вообще не боитесь Да? Это удивительно Удивительно У меня есть страх того, что я некомпетентна в чем-то Что я могу советовать, что я могу писать А в своей жизни Да Есть страх, что Кстати, вот то, что вы говорите Очень часто бывает у девушек Если девушки сейчас обратят внимание Это чаще, этот страх Гораздо чаще встречается, чем у мужчин Потому что для того, чтобы девушке начать говорить Ей нужно больше внутренних усилий, чем мужчине У девушек есть такая штука Называется 99,9% идеальности Для того, чтобы девушка начала, допустим, вести экспертную деятельность Что она должна сделать? Получить три красных диплома, верно? Отучиться на шести курсах СММ На пяти курсах ораторского искусства А потом что она должна сделать? Действовать? Нет, нет Она должна пойти опять учиться Для того, чтобы опять войти в это состояние обучения Знаете почему? Потому что в обучении дофамин есть Гормон радости Девушка очень любит чувствовать, что она постоянно умнеет Ей нужно постоянно чувствовать, что она обучается Она прокачивает, становится лучше версией себя И она такая прям совсем обучающая В обучении дофамин есть, социальное вознаграждение А в действиях дофамина нет Действия страдания, обучение радость В итоге что делает постоянно девушка? Она выбирает дофамин А в действиях боль Если у девушек 99,9% идеальности То у мужчин 43% идеальности Знаете, что такое? 43 То есть чтобы мужику начать действовать Ему достаточно чуть-чуть разобраться Потом действовать То есть он чуть-чуть разберется И пойдет называть себя экспертом Вот он буквально Я вам скажу смешную историю Значит, я проводил мастер-класс Такой же, как и здесь сейчас После меня подходит один мне товарищ И говорит Я тоже так хочу Вот тоже хочу так, как ты За субботу, за воскресенье Он изучил все, что касается публичных выступлений А в понедельник он сделал первый мастер-класс И назвал себя кто? Тренер по публичным выступлениям Ему хватило два дня Два дня, чтобы изучить все И сделать Знаете, что самое удивительное? Люди и это хавают То есть потом мне приходили люди И говорили Вот он, кстати, неплохо сделал Прикинь, за два дня всего Все изучил за два дня То есть мне пяти лет не хватает до сих пор А он за два дня изучил абсолютно все Представляете Вот мужики такие В итоге, кого мы сейчас видим в качестве экспертов на сцене? Девушки, кого мы видим? Кого? Мужиков видим, да? А девушки где? Учатся Они, вот девочка Вот Она учится, все Учится, учится Умница, разумница В итоге, что с ней происходит? Когда в итоге А вот есть женщины С ярко выраженной мужскими качествами Замечали таких на сцене? И что она делает? Она прет В итоге умница, прилежица Отличница сидит, молчит Тряпочка во рту Что делает женщина с большими амбициями? Она на сцене У нее мужики, деньги, слава, любовь и секс У вас что? У других вот этих женщин что? Не пойми что Да? Что отделяет вот этих от этих? Действия Действия Больно, страшно Вам страшно? Ну продолжайте делать Страшно? Ну делайте То есть страх Не нужно от него отказываться Это прекрасная эмоция Вам страшно? Ну все равно продолжайте делать У мужчин тоже такое бывает Что они боятся Но гораздо чаще Чем Гораздо реже Чем женщины Вот Кому было интересно То, что Они услышали Интересный инсайд Просто поднимите руки Супер Сто процентов Супер Поэтому задавайте вопросы Вовлекайтесь Вы будете получать Вот такие ответы Пока вы не подняли вопрос Вы будете получать вот это Ладно? Вот Есть такие гендерные различия Недавно я делал исследование Брал интервью Там у Ларис Парфентьева Дри Бигбаева И других спикеров И узнавал вообще Как они начали говорить Я почему-то думал Что есть какой-то особый Женский путь на сцене Оказалось, что нет Никакого пути И мужчин и женщин Абсолютно на разных Уровнях Условиях находятся Поэтому Я ошибался Поэтому это абсолютно Одно и то же Идем Ладно Идем дальше Боюсь, что обо мне подумают 35% Все равно большинству Не страшно Стоит ли говорить? Да Стоит? Конечно стоит Конечно стоит Отлично Смотрите Боюсь, что обо мне подумают Сейчас был бы флипчарт Я бы здесь рисовал Здесь так Чу-чу-чу Все показывал Да, смотрите Боюсь, что обо мне подумают Сейчас начнутся Сейчас начнутся Те, кто боится Массовое вмирание Розовых пони Почему? Потому что на самом деле Если вы на сегодняшний момент Не приносите этому миру пользу Не являетесь источником энергии Эмоций Контента И чего-то полезного О вас ничего не думают То есть если вы просто живете свою жизнь Просто учитесь Просто гуляете Просто дружите Просто что-то делаете И выставляете свой инстаграм Красивые просто свои фотографии Скорее всего В процентах 99,9% О вас никто ничего не думает То есть страх о том, что обо мне подумают Является фикцией Это неправда Потому что думают только о тех людях Которые являются источником пользы Источником ресурса И если вы, например, брак Вы пока скажете Большинство не в браке Но те, кто в браке Знают, что это просто взаимовыгодные отношения И все Ну через годик так становится Уже быстренько Да, довольно-таки Вот, поэтому это просто взаимовыгодные отношения Дружба Это тоже взаимовыгодные отношения Вы друг другу даете либо эмоции Либо что Допустим, есть подружка Которая вы ездите Ей плачетесь Она вас как бы там делает Она нужна просто Вы ее используете по факту А она согласна с тем, что вы ее используете И это вот симбиоз Допустим, мужики Они друг другу помогают чем-то Да, то есть как-то, я не знаю Там просто встречаются Как-то там душу Ну издевают Да, и что же Тоже взаимовыгодные условия Или просто, например Просто денежный интерес И все Ничего больше Все отношения построены На выгоде Абсолютно все Таким образом Когда вы являетесь Некой инсталичностью Которая в инстаграме Думает, что о ней что-то думают Но на самом деле Никто ни о чем О вас никто не думает Вы никому не нужны Пока вы не доказали обратное Пока вы не стали Источником пользы Вы никому не нужны Для того, чтобы стать нужным Что нужно делать в инстаграме? Делать, что-то делать Делать stories, правильно? Прямые эфиры нужно делать, правильно? Давать что-то полезное Думать, правильно? Посты делать Много, много, много Что делать В итоге Когда вы на этапе Пока вы что Ничего полезного не делаете Вы такая маленькая точечка Пока находите Вот такая Был бы флипчарт Конечно, рисовал Потом, когда вы начинаете Много делать Вы начинаете раздувать Свой пузырь личного бренда А здесь рядом с вами Пузырьки другие Другие Других людей Вот здесь Пузырьки других людей В итоге Вы кучу всего делаете И как только Вы задели личные границы Других людей Вы что получаете Первым делом В комментариях Что вы? Гадость Гадость Что вы плохой человек Это прекрасно Как только вам сказали Что вы плохой человек Идите И купите себе вкусный тортик Идите И купите себе что-то приятное Потому что Как только вам начали говорить Что вы плохой человек Значит, вы чего-то стоите пока как только вам это сказали вам это уже нужен этот день отметить большим праздником потому что это прекрасный день в вашей жизни как только вы начали это делать потом вы начинаете еще сильнее раздувать я и вы поглощаете этих людей в свой пузырь вот чтобы вот вот этого чтобы дорасти да то есть чтобы люди о вас думали нужно сделать очень много чтобы огромное количество а чтобы люди думали о вас плохо это надо служить это нужно очень сильно стараться чтобы люди а чтобы люди вас ненавидели это блин это сколько лет должно уйти то есть я вот я пока не достиг такого уровня чтобы меня прям все ненавидели а это прекрасный это прекрасный маркер это прекрасный показатель что что ты очень хорошо делаешь свое дело если я ненавидят а еще коллеги ненавидит это супер прекрасно то есть смотрите в итоге вот пока вы сейчас если вы просто живете свою жизнь и ничего полезного в этот мир не создание отдаете кроме фотографии своего тела то скорее всего а вас никто не не думает и думать только те люди которые вас используют а вы используете их личный бренд это когда от вас ду начинают думать люди которых о которых у вас в жизни не знают таким образом это страх иллюзия у него не существует это вымышленный страх его нет поэтому первый страх я боюсь чтобы не подумать это абсолютно иллюзорный страх который устраняется просто размышлением аллилуйя вот знаете вот здесь давайте давать не хочешь давай скажи микрофон сказать о том что на самом деле если пишет что ты плохой человек а ты реально плохой человек вот что тогда делать вот знаешь это на самом деле очень дитя стали ну в смысле плохой человек кто-то я даю плохой контент я пишу там непрофессиональные вещи ну кто сказал экспертом вот ты знаешь вот а давай вот у меня есть на каждом мастер-классах меня ушать 10 миров ша возьмите руку есть миров ша то есть миров ша очень важно чтобы имени совпало с теми кто здесь сидит нет есть миров ша здесь нет говорите все супер хорошо миров ша давайте вот вы будете давать как будто вы будете миров ша я говорю то есть вы вот мне сказали а вот а что если действительно плохой человек да ягру я вот я спрашиваю миров ша а вы знаете что критика является одним из самых сложных интеллектуальных трудов и для того чтобы критик для того чтобы критиковать знания человека который критикуют должны превышать знания эксперта который в этот в этот момент говорит со сцены и критика подразумевает согласие не согласие только с частью высказывания а соответственно со всей остальной частью человек согласен миров ша согласна так вот миров ша вы должны сейчас рассказать о структуре моей идеи с какой частью конкретно вы не согласны и какую альтернативу вы предлагаете и вообще своими словами обозначить но в мою идею с чем конкретно почему конкретно плохой человек не очень хорошие вещи и позиционирует это как что-то очень крутое ну вот они же да ай ну смотри ты же вы читали трилогию красная таблетка курпатова не читали я знаю ты знаешь личности не существует нет личности секундочку есть роли и эти роли кому-то нравится кому-то не нравится как понять плохой человек это но знаешь плохой человек это как бабка сидит около подъезда и ругает власть то есть это это уровень уровень риторики очень низкого уровня который даже не подлежит обсуждению что значит не нравится что значит здесь это плохой человек кто сказал но это глупо понимаешь я просто хочу обидеть это глупо это вообще глупость полнейшая а ага да 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 это нет ты меня это меня ушат это меня уши не понимает до меня уши не понимаю у меня каждый мастер-класс чего-то не понимает мировша на месте мировши может быть ибрагим ибрагим здесь есть ибрагим что-то не догоняет вот поэтому ну собственно вот тишина вообще качество халилу и аллилуйя да это нормально да давайте давай молодец да давай да как так получилось что вы стали тренером публику по публичным выступлением и вообще с чего начался твой путь хорошо соборность да давай поехали ну как вы знаете моя история она ну то есть сейчас я расскажу коротко готовы слушать в три года к я к начал и когда только и начал говорить а сразу начал заикаться если вы слышали то что я периодически заикаюсь и что-то я повторяю это вот некие отзывки того что я до этого говорил то есть три года я начал заикаться и заикался весь садик еще половину школы то есть в садик это постоянно логопеды и мне очень поздно очень поздно я пошел к логопеду только в пять лет и в итоге в школе понятно школа для меня был полнейший ад то есть то что это белая ворона совершенно непонятный чувак который не может даже стихи рассказать татар талинде то есть встает и что-то не может вообще сказать то есть это так вот говорила то есть абсолютная абсолютная боль абсолютно сильная большая боль это когда просто открыто рот и просто позади заговорить просто с человеком ну полегчало когда я закончил школу и пошел в университет в кфу и там уже потихонечку нету вот этого всего прошлого и появились новые люди я смог выстроить новый образ перед ними другого айнура и потом пошел в детские лагеря работал вожатом и вот наверно театральное искусство не очень помогло вы просто дурачились на сцене что-то делали и вот эта легка что я могу вот быть легким не очень сильно помогло первое ораторская но театральное искусство потом и закончил журфак журфаке здесь да есть здорово я закончил журфак потом я пошел работать на телевидении и на телевидении первые девять месяцев меня не брали штат потому что я то есть я каждый день приходил и каждый день сюжет на телевидении я переписывал по три по четыре раза это говно это говно это говно то есть я очень часто это слышал и первые девять месяцев мне платили пять тысяч в месяц пять тысяч и а я я был фанат шесть дней шесть дней неделю часами сутками ночью возвращался с монтажа там в пять утра не за это в три утра мы возвращались мне взяли штат а потом я помню когда я устроился только сильнее говорили ну ты здесь долго не продержишься то есть долго не продержишься быстро отсюда сидя то что телевидение это это огромная змеиный клубок если вы понимаете знать надеюсь об этом вот и потом потом но у меня окружали супер там профессионалы супер профессионала своего дела что там что здесь и они мне помогли собственно писать тексты то есть у меня были так момента что я писал текст мне говорили я по девять раз переписывала и на восьмой раз на меня орали я ходил плакать рядом с телекомпании я плакал возвращался и опять писал свой текст и поэтому когда мне пишут когда мне а потом каждый день на телевидении я работал каждый каждый день в кадре в течение трех лет каждый день 6 раз в неделю это были самые дорогие курсы по съемке stories в моей жизни то есть меня телевидение научила писать stories писать прямые эфиры потом мне дали одну программу вести как продюсеру как режиссера потом вторую программу потом мне дали третью программу потом третья программа моя идея она выиграла высшую телевизионную премию на телевидении и ну собственно вот так а теперь я три года работы в прямом эфире на тараса 24 и это просто то есть я не талантливый человек я просто упертый я просто наточил свой навык настолько что ну то есть я теперь обучаю людей которые влияют на массы вот моя история такая спасибо а как вы повышаете свою экспертность как я повышаете знаешь через сложные задачи когда появляется допустим задача выступить на 25 тысяч человек я знаю как подготовить на тысячу но я не знаю как подготовить на 25 я начинаю читать литературу общаться с коллегами я покупаю консультации других людей я покупаю знания других людей и все то есть вот какие-то мастер-классы коллегам допустим я очень редко хожу когда мне спрашивают про моего кумира в публичном выступлениях я говорю он есть но он умер 2300 лет назад его звали аристотель он писал главную книгу по публичному ступенью который называется риторика хорошо все отлично все давайте идем дальше это собственно по по страхам да дальше боюсь что никто ко мне не придет на эфир есть такой страх боюсь что никто не придет на эфир эфир хоть проводите нет он быстренько расскажу смотрите вот вы заходите прямой эфир кто заходит прямой эфир и молчит есть такие люди просто поднимите руку обещайте мне что перестанете это делать потому что люди принимают решение смотреть вас или нет в первые пять секунд вашего прямого эфира что они видят когда они к вам заходят вот это скучающее лицо которое ожидает пока к нему присоединяться на прямой эфир скучать не нужно надо сразу открывать рот и говорить поэтому люди на самом деле мы на самом деле когда проводим прямой эфир работаем не на тех кто нас смотрит прямом эфире а на тех кто нас смотрит в записи потому что количество записи в 10-15 раз выше чем в момент прямого эфира таким образом мы работаем на запись а не на прямой эфир поэтому ничего страшного в том что боюсь что никто не придет придут но в записи а сейчас не приходит не приходит тому что вы только начинаете и нету вы еще не создали обещание очень большое обещание почему к вам должны люди приходить боюсь что никто не придет на эфир фикция фикция полнейший фикции глупость что если мне напишут гадости а давайте микрофон можете да передать да вас недавно был прямой эфир двойной статья на шахматово да к сожалению удалось до конца посмотреть вот это сложнее когда вдвоем прямом эфире или же когда все таки монолог легче хорошо отвечу так есть два типа людей квестимы и деклотимы деклотимы это те люди которые вышли и говорят им легко а квестимы они должны выйти за задавать вопросы и тогда им станет легче вы должны сейчас каждый понять кто вы квестимы или деклотим если вы деклотим то вам нужно просто то вам легче вести прямой эфир и вот так говорить если вы квестим то вам легче задавать вопросы вести формате интервью мне а было честно говоря мне абсолютно все равно как и ввести прямой эфир то есть я могу и говорить прямой эфир и могу брать интервью понятно что не при три года беру интервью то есть это легко понятно что мне это легко понятно что есть люди которым это тяжело и мне очень пугать люди которые считают что это легко ни разу не делая вот потому что это очень странно да да пожалуйста это основные страхи какие еще есть страхи кроме этого у вас давай где микрофон давайте ну вот вот эти три страха смешаются и например ты заходишь прямой эфир вести и начал какую-то серьезную тему задвигать и тут приходит один два три несколько человек и начинают прям ну прийти осмотр 10 и они публично начинают от гая гадостями тебя заваливать ну вот как вообще как с этим справиться попроще можно как не вы не вот нивелировать это последствия для остальных зрителей хорошо я понял да спасибо еще за вопрос вам актуально это да да хорошо смотрите есть есть несколько способов справиться вот с этой истории у меня тоже на памяти был один такой клиент он заходил ну его дают за его миша его зовут миша миша здесь есть нет миши да хорошо блин как учу алина алина все есть алина не будет спать алина все миша 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 на самом деле раздолбай вот миша раздолбай и поэтому он значит выходит он из москва сити выходит такой продает значит этот раздолбай миша элитную недвижимость и вот он выходит и ему пишут друзья морд попроще сделай ну то есть понимаешь как то есть для них вот этот человек не является авторитетом он для них мишка которую они могут пнуть вот так по жопке и мишка будет смеяться потому что мишки смешно если вам ваши знакомые ваш прямых эфирах пишет и рожа попроще значит у вас есть уже какие-то определенные проблемы понимаете то есть есть несколько решений первые менять полностью свою жизнь свои отношения и так выстраивать коммуникацию чтобы это не было позволительно или просто их блокировать в инстаграме ну то есть простой путь блокирует сложный путь перестраивать себя внутреннюю работу личностный рост вот это как бы вот так это когда знакомые а когда незнакомые вам это пишут то есть следующая история есть такая книжка называется самый богатый человек в вавилоне руку наверх кто читал все отлично в этой книжке есть очень простая идея хочешь построить дом иди каменщику хочешь сделать ювелирное украшение иди к ювелиру если ты высказать если ты высказываешь свое мнение по поводу того как не вести прямой эфир а ведешь ли ты сам прямой эфир покажи мне как делать вы удивитесь но когда вы заходите на странице к людям которые говорят что вы что-то плохо делаете они не делают совершенно ничего да то есть и когда ты смотришь ты просто понимаешь что он плохой человек он высказывает свое мнение неконструктивно и его слушать нельзя это ну просто не нужно слушать его а если говорить совсем еще третьей стороны то можно можно их прочитать и посмеяться над комментариями скажешь смотрите какой высокий интеллектуальный уровень людей которые пишут публично можно публично смеяться да просто публично смеяться вот но да да публично смеяться вопрос еще есть еще такие страхи до говорить микрофон книга я название на это не прослушал про илон про что книг самый богатый человек в вилоне она про финансы самый богатый человек в вилоне дальше вопрос еще по страхам страхи есть есть там сзади алёк есть алло есть нет да ничего все хорошо ладно тогда а почему страшно а вам почему страшно у меня была школе тоже учились ученики они бы они боялись у меня был партнер женщина и они все писали ей они плане ей плакались а мне ничего не писали вот такая проблема вот а три три главных страха есть еще страхи а ничего не боитесь бесстрашные бесстрашно другое поколение а чего я ну наверно наверно так идем тогда дальше смотрите мы по своим подписи вы вот это преодолеете вам будет легко говорить значит вы сможете записать свое первое вы значит вы сможете записать свое первое stories и и вам необходимо в принципе в жизни понадобится если не должен говорить о том что вам что-то да что-то понадобится в жизни это когда вам нужно очень коротко все рассказать вот спрашивает а ты кто там о чем-то занимаешься и вы должны как-то себе рассказать поднимите руки кому актуально этого вот этот навык что-то все рассказать просто поднимите руки наверх чтобы я видел большинство отлично хорошо а кто-нибудь сейчас выйдет и покажет примерно как он сам презентуется один любой человек давайте выходить сюда я помню что вы не боитесь до микрофон и поехали сейчас уже кстати начал бояться всем привет меня зовут мухаммед янавдамир я студент института филологии кфу первый курс живу в деревне университета сам из города нур-лат и я бы обозначил себя в пяти темах которые характеризуют мою жизнь я организовал рэп-баттл и собрал 70 человек стал победителем великолепного проекта герой истории провел мастер-классы для 4 шоу 460 человек я пропускаю завтраки иногда вот и еще наверно то что я никогда не запоминаю пятый пункт вот поэтому при этом познакомиться то есть можете подписаться на инстаграм сир . да мир спасибо спасибо да вот сама презентация да давайте расскажите кто что запомнил как зовут его дамир а вы его знаете все да да нет 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 его не знаю да ты как будто ты мажешься как будто просто да не знаю да хорошо дамир чем он занимается в четвертом пункте завтраки пропускает завтраки пропускает отлично хорошо что он организовал мастер-класс для 460 человек а вот что то то что очень хорошо а что вы говорите классно хорошо то есть в целом да то есть очень хорошая в целом презентация я вот кстати заметил что вы пытались шутить да да дело в том что все что касается шуток это это навык этому нужно учиться и есть природные шутники их как будто боженька в лоб поцеловал они шутят просто прекрасно к сожалению это не я и поэтому как бы просто тестируйте если вы шутите и красный класс заходит значит можно продолжать вот хорошо смотрите а есть это была хорошая презентация есть некий так ну некий такой пример примерно как можно это делать можно так можно по-разному выбирайте сами самое первое это назвать свое имя фамилию как вас зовут не фамилию имя а имя фамилию почему имя фамилия потому что в школе вы были записаны как в вашем школьном журнальчике через фамилию и кто вы были в школе мухаммедяна доске да или никто и никто тогда это особенно школе учился а нет допустим я говорю что я тренер я телеведущий а вы студенты так и говорите студент такого курса такого факультета все все просто потом социальное подтверждение вот здесь как здесь получается социальное подтверждение это ну некие ваши некое доказательство от социума что вот вы что-то допустим такой интересный сделали в жизни что это может быть например победили там в конкурсе студент года до примерно да как вариант или что-то еще что-то что будет подкреплять вас вас как как первые базы позиционирования и третье это что-то интересного например у дамира целых пять интересных было в конце вот все все то чем он перечислял пос перечислял по сути это было это было ближе вот сюда к изюминке то есть это что-то что оставляет у людей вкус во рту что-то то почему они запоминают вас изюминка в этот момент есть два состояния у людей когда они это слышат первый момент состояние радости они когда они думают и знают что а я вот теперь знаю что говорить и состояние грусть когда они понимают что вдруг и нечего сказать не стоит впадать грусть а нужно просто понимать что вот я говорю вот это вот это вот это и не давать этому никакую оценку теперь нужно будет взять ваши мобильные телефоны возьмите просто ваши мобильные телефоны откройте пожалуйста там заметки любое другое что у вас есть и запишите вот по вот этой матрице ваша вашу самопрезентацию в тексте пока в тексте напишите в тексте то что вы будете то что вы будете говорить в тексте да да ты правильно слышал да глагол четко услышал вы скоро это будете говорить говорить на камеру остается еще 14 минут ну прям быстро пишите ладно прям быстро объясню что сейчас будет вы сейчас пишите в тексте буквально через три минуты вы возьмете в руки телефон и запишите это в свое stories в своем телефоне есть мотивация мотивация для тех кто это сделает что я разберу ваше позиционирование и дам обратную связь в формате аудио сообщения в ответ на это stories все что вам нужно будет сделать просто отметить мой аккаунт вы отмечаете меня пишите вашу самопрезентацию в ответ на нее я разбираю ваши stories это ваша дополнительная мотивация если хотите это получить если не хотите делать ну просто возьмите камеру просто запишите на камеру и пытаясь вас мотивировать вот запишите вашу самопрезентацию когда то есть такие люди я уверен что здесь нет которые боятся знакомиться на кофе брейках и вот они постоянно думают что иначе я пойду на кофе брейки мне нужно познакомиться с этим человеком мне так страшно у кого есть такое есть такое да продолжать писать я буду рассказывать вам страшно вы боитесь почему вы думаете что вам нужно говорить нет вам не нужно говорить вам нужно задавать вопросы нужно слушать есть безопасные темы есть небезопасные темы для общения с людьми и в момент когда вы задали правильные вопросы человек почувствовал удовольствие того что он говорит его задал вам вопрос а вы чем занимаетесь вам нужно рассказать свою короткую самопрезентацию и сделать это максимально уверенно пишем 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 нельзя говорить во время первого знакомства о религии нельзя говорить о политике нельзя говорить здоровье нельзя говорить о финансах нельзя говорить о детях о детях нельзя говорить потому что у кого-то есть дети у кого-то нет детей кто-то не может иметь детей кто-то не хочет иметь детей и это не тема для общения с посторонним людьми недавно ездил значит москву в отель заселяюсь поездил вера возвращаюсь мне через три минут разговора ресепшн спрашивать сколько я зарабатываю месяц через три минут разговора в этот момент я ну как бы думаешь ку-ку она ку-ку все плохо то есть человек не понимает в этот момент она просто разорвала общение то есть больше никакого общения контакта не будет потому что если через три минуты незнакомый человек спрашиваете а сколько ты зарабатываешь месяц значит определенно там есть какие-то проблемы с которым не хочется иметь дело хочется иметь дело с людьми которые понимают как устроен театр и как в нем жить чтобы не было никаких проблем или например мне пишут просит stories рекламу у нее 796 человек у меня чуть побольше она просит рекламу я говорю вы знаете бесплатно хочет я говорю я готов был бы бесплатно если мы бы с вами были примерно на одном уровне ну плюс-минус тысячу-две я готов я готов в смысле почему так это неправильно она говорит мы же должны эту руку помогать не понимает не понимает не чувствует есть такое грузинскому называется из истык истык это чувствовать запах на зрями да у меня вопрос просто тоже из своего там теоретического это то что читал чем вот это вот может отличаться от просто нахваливание себя то есть я когда человеку самопрезентуюсь я только что понял то что все это просто пример рассказывает то есть человек но никак не поймет чем конкретно я могу быть ему полезен он просто подумает ну классно ты вот такой молодец за что как вот что нужно добавить к этому чтобы человеку было интересно самому вам нужно его слушать человек вам вы же за этим вопрос сам началом он отвечает верно вы его очень внимательно слушайте все то вы его слушайте потому что она а вы чем занимаетесь вы очень коротко 15 секунд тух 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 чем занимаюсь потом задайте правильные вопросы ему private вопросы и есть правильно безопасный вопрос во время общения это стать small talk искусство общения вы знаете правильные вопросы он вам отвечает вы его внимательно слушаете а потом вы ему знаете правильные вопросы и через них вы говорите а вот знаете я вот в этом вот могу быть вам интересен полезен вкручивать вот это абсолютно холодную структуру я меня зовут так то так то знаете это вот из известных бизнес обучение взята не буду называть названий но это взят оттуда я могу быть и полезен контекстной рекламы я те настроить таргет я тебя постригу я выречу твой зуб ну то есть это вот плохо очень плохо это это потому что так не работает правильных вопросах да да хорошего 1 правильный вопрос для общения на кофе брейки во время каких-то вот бизнес форумов это кстати как вам форум как вам форум как его как его программа вопрос о событии как вам форум нравится вся программа нравится все спикер нравится да он отвечает о да 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 все нравится вы ему следующий вопрос туда важно задача какая задавать вопросы его задача говорить он должен говорить он должен получать наслаждение вы должны управлять процессом Потом вы говорите, а вот предыдущий спикер Хакамада, она вот сказала одну идею о ДАО жизни. К сожалению, я не поняла. А можете мне подробнее объяснить ее? Спрашивайте совет. Спросите совет, узнайте ее мнение. Пусть она поделится своим мнением. Потом вы говорите, а чем вы занимаетесь? И он начинает говорить о работе. Где-то между он спросит, а вы чем занимаетесь? Что вы говорите? Сюда. Вы говорите вот это. Потом вы ему опять вопрос. И он говорит. В какой-то момент он вам скажет, вы знаете, а мне ваши услуги очень нужны и полезны. А где вас найти в социальных сетях? И вы даете ему в социальные сети, и там вы рокерша. А в жизни вы одуванчик. И вот здесь сломалось все. Поэтому возвращаемся к началу мастер-класса. Очень важно, чтобы было одно и то же лицо. Одно и то же позиционирование. Вот как все это работает. Три вопроса. Событие, мнение, работа. Есть еще четвертый вопрос. Есть еще четвертый вопрос. Это называется предмет. Я не могу вам его показать сейчас, у меня сумки нет. Предмет. Если человек в руках держит какой-то предмет, вы можете спросить, а вот, ну, допустим, этот предмет может быть точкой входа в разговор. Понимаете? Понимаете? Точка входа в разговор. Типа кофе в руке или нет? А где тут можно кофе налить? Да, здесь можно кофе налить, например. А где, например, сложнее. Он держит в руках, например, ручку лами красную. Лами. Контакт. У кого контакт? Руку поднимаем? Ручка лами. Что значит лами? Знаете? Ручка, которая не падает, когда кладешь ее на стол. Это Берлин. Каждая вот эта, отдельная вот эта штучка, она сделана из чернила. Ее нужно специально покупать. Не во всех магазинах. Это ручка архитекторов. Раз вход. Книжка. Как читать книги? Знаете такую книжку? Как читать книги? Знаете, кто знает? Руку поднимаем наверх. Кто знает? Школа великих книг, верно? Питер. Сообщество. Кот. Раз вошел в книжку. А, Школа великих книг. Все. А вообще-то все открылось, понимаете? Потом. Гармин. Гармин у него вот здесь. Сигнал. Какой сигнал? О чем? О гармин. Гармин. Все, нет сигнала. Чувствуешь? Сигнал. Гармин. Ключи. А? Спортивные часы. Чем занимаются эти люди, которые носят гармин? Триатлон. Все, триатлон. И я занимаюсь триатлоном. Я им говорю, а я тоже. А вот там, в Сочи, в прошлом году половинку делал. Хоп, открыл и все. Потом что еще? Сигналы, сигналы, сигналы. Везде есть сигналы. И вы, когда смотрите образ человека, вы ищите эти сигналы. И через них входите в коммуникацию. Или же, допустим, он что-то держит в руках. Это тоже вход в коммуникацию. Хорошо. Все, идем дальше. Теперь, смотрите, финальное задание. Финальное. Для тех, кто может. Для тех, кто могет. Берем сейчас телефоны в руки. Открываем функцию свободной руки. И пишем свою самопрезентацию. Только в том случае, если вы хотите, получите обратную связь. Отмечаем. Не хотите получать? Отлично. Значит, просто не отмечайте. Просто потренируйтесь. Просто запишите на свой телефон это видео. И просто сохраните. Пусть оно будет. Прямо сейчас у нас есть финальные пять минут. Да, наверное, я чувствую, как по времени. Последние пять минут? Да, да, да. Да, четыре минуты. У вас есть четыре минуты. Если вы забудете весь мастер-класс, который был сегодня, забудете все, то я бы хотел, чтобы вы запомнили одно слово. Вот одно слово. Делать. Делайте. Делайте. Вот бойтесь, но делайте. Страшно? Делайте. Бойтесь, но делайте. Нет ничего страшного в том, что вы боитесь. Продолжайте бояться. Но главное, делайте. Потому что выступление – это навык, который тренируется на практике. Он не тренируется, сидя на мягких, теплых, удобных креслах. Он не тренируется, сидя, смотря YouTube. Он не тренируется, читая очень классные книги от потрясающих людей. Не тренируется нигде. Все обман, все фикция. Тренируется только, когда вы берете телефон, вам страшно, но вы делаете. Выходите сюда, вам страшно, но вы делаете. Бойтесь, но делайте. Все. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok